Музыка Здравствуйте, дорогие наши зрители! На последней трансляции вы подали нам отличную идею приготовить такое блюдо, как бивос или бирус. Мы дождались воскресенья, купили там прекрасные вот такие свиные ребрышки. Очень хорошие, очень хорошие. Скажите, пожалуйста, ребра по чему? 130. Оце у вас серебра, да? Ну, взважьте нам оцей кусочек. Так, просто по ценам расскажите, пожалуйста, для наших глядачей. 140, 150. 140 яблочко, да? Яблочко, мякощее. 150 филеечка. Филеечка. И биточек тоже 150. Спасибо. Вот такой прекрасный кусочек, чуть меньше 1 килограмма. А еще нам понадобится капуста сладкая, потому что бивос это смесь сладкого и кислого вкуса. Поэтому у нас и будет смесь капуст. Это сладкая капуста, примерно граммов 700. Кислая капуста квашеная, также примерно граммов 700. Еще к сладости у нас будет морковь, лук. Также сладость нам даст чернослива, десятка, два нам понадобится. И еще у нас будет для кислоты кисло-сладкий соус у меня базиликовый. Можно взять любой соус, либо томатную пасту. И также для сладости у нас сладко-кислый соус базиликовый он же. Ну и для начала мы ребрышки нарежем на кусочки. Обычно бивос готовят из нескольких сортов мяса. Либо же еще добавляют колбаски, это уже будет бивос по-польски. Либо какие-то копчености. Но мы приготовим, как первоначально готовили бивос на природе охотники. Это первоначально придумали это блюдо охотники. И когда они освежевали свою добычу из свежего мяса, из смеси двух капуст, они готовили бивос. Вот и у нас свиные ребрышки будут только. По желанию можете добавить еще различное мясо, если есть. Но мы будем только вот ребрышки использовать. Еще натру на крупной терочке морковь. Полукольцами, либо четверг кольцами нарежем лучок. Я взяла три небольших луковицы. Но по желанию, по вкусу, кто как любит. Можно и больше немножко лука, можно меньше. Квашеную капусту, так же, как и на капустняк, когда мы готовили, я ее немножечко измельчу, чтобы было удобнее кушать. А так же мелко нарежем свежую капусточку. Один из вариантов происхождения названия бивос, от бивоса вас польского, измельчать. А это слово, скорее всего, пришло из литовского. Иначе будем измельчать. Ну вот, мы капусту порезали. Немножечко совсем присолю, одну щепотку соли возьму. И вот так сделаю капусту компактнее. Вот, собственно, друзья, и все приготовления. Уже походу можно проверить, нет ли в черносливе косточек, удалить все косточки. И переходим к плите. Я буду обжаривать овощи отдельно, а мясо отдельно. Обычно бивос готовят в казанке, но так как мы не на природе, я взяла кастрюлю с толстым дном. Наливаю совсем немножко растительного масла и в сковородку, и в кастрюлю, и разогреваю. В кастрюле обжариваем лучок до полупрозрачности, а в сковородке обжариваем ребрышки. Также складываем их. Можно сначала немножечко подсолить, поперчить с одной стороны. И обжариваем с обеих сторон до румяности мяса. Пока лучок румянится, я базиликовой солью присожу. Черным молотым перчиком приперчу. И обжариваем лук. Лук поменял цвет, и мы обжариваем морковь. А тем временем и мясо с одной стороны подрумянилось. Мы его переворачиваем. Морковь протушилась. И сначала я буду обжаривать свежую капусту. Она немножечко уменьшится в объеме. И также немножечко поджарится. Потому что если мы добавим кислую капусту, она влажная, и наша свежая капуста не даст такой аромат жареной свежей капусточки, которую мы все любим в нашей семье. Пошел аромат жареной капусточки. Самое время добавить квашеную капусту. И также слегка обжарить. Друзья, я взяла вот соус базиликовый, вам показала. Но так как мы добавляли сюда фиолетовый базилик, то видно, что цвет не очень. И чтобы еще более добавить сладости, я не хочу добавлять сахар. Я еще взяла пасту из болгарского перца. Как мы ее делали? Заходите в плейлист консервации. Очень много у нас рецептов консервации. И я добавлю еще пару ложек паприки. Вот пасты из перца болгарского. А тем временем, посмотрите, в сковородке у нас уже здесь все поет. И ароматы безумные. Вот теперь я добавляю пасту перца, пасту базиликовую. И хорошо перемешаю. И протушу 2 минутки. 2 минутки обжаривается мясо с томатом, с пастой. Я добавляю чернослив и наливаю примерно пол-литра водички. Накрываю крышкой и дам прокипеть минут 5-7. А тем временем, не забываем помешивать нашу капусту. Так, под капустой делаем средний, даже ниже среднего огонь. Вот здесь у нас уже мясо закипело. Я также делаю самый маленький огонь. И пусть минут 10 оно томится. Пока тушится мясо, мы также помешиваем капусту. Если она подгорает, можно капнуть немножечко воды. 10 минут прошло. И мы отправляем вот эту нашу прелесть. Она придаст и цвет, и вкус нашей капусте. И будет капусточка наша сочная, вкусная и ароматная. Отправляем к капусте. Перемешаем еще аккуратно. Попробуем, достаточно ли соли. Так как у нас капусточка квашеная уже подсолена. И мы подсолили также свежую и подсолили мясо. Так что я думаю, что у нас все нормально. Накрываем крышкой. Делаем медленный огонь. И оставляем на час. Не забудьте попробовать через минут 10-15, когда все подружится, достаточно ли соли. Адам Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш» написал, «Капуста тушится в котлах не меньше часа. С ней тушатся куски отборнейшего мяса. Посуда не проймет живые соки жаром. Покуда через край они не прыснут паром». Ух ты! Ну и вот, друзья, больше часа тушилось наше мясо. Важно, чтобы мясо уже отставало от кости. Тогда и капусточка будет готова. И мясо. Вы посмотрите, какой цвет, какой аромат. Не передать словами. И вкусно. Такое блюдо можно кушать самостоятельно. Можно кушать с рисом, с картофелем. Но я отварила отдельно рис. Вот добавила немножечко. Видно вам вот это приправа из бархатца в чернобрельце, которую мы вместе с вами делали. Рис стал такого лимонного цвета. И сейчас Иван Афанасьевич попробует. Абигус греется. Сказать словами трудно о том, Как вкусен он о том, Как пахнет чудно. Ну, Иван Афанасьевич, зацени. Дурманящий аромат. Прав был Адам Мицкевич. Он невероятно красочно, Красиво, вкусно описал это блюдо. Чисто мужское блюдо. Невероятно. Самое вкусное мясо, друзья, Это тушеное в капусте. Оно сочное, вкусное. И желательно брать жирненькое такое. Кушать или нюхать? Если не голодный, нюхай. Так если не голодный, запах все равно пробуждает дикий аппетит. Божественно. Вообще, друзья, есть различные способы приготовления бигуса. Ну, зависит от того, кто приготовляет. Потому что даже солянка вправе называться бигусом. Потому что она крошится, бигус капуста, во-первых. Накрошить это бигус. И сочетание двух вкусов, это тоже бигус. То есть, если квашеная и сладкая капуста, плюс накрошеная, это уже бигус. И даже если он с картошкой и с рисом, все равно бигус. А моя мама называла вот такое блюдо капусняк тоже. Капусняк. Вот это тоже бигус. Зависит от художника, какой он у вас получится. А вот у художника Ларисы Николаевны получилась изумительная картина. Просто наслаждение. Ну, хоть блюдо мужское я уже тоже хочу. Ем и успеваю даже разговаривать. Вообще, спасибо Адаму Мицкевичу. Величайшему поэту польскому за то, что он так прекрасно, так красочно воспел это блюдо в поэме Пантедеуш. Что нам даже захотелось приготовить. Адаму Мицкевич был борец за свободу. И он мечтал о единой Европе. Едином Европейском Союзе свободных народов. Без государств и империй. Надеемся, что это его мечта воплотится в жизнь. И весь мир станет единой семьей свободных народов. Всем добра. Всем такого бигуса. Замечательного. Прекрасного. Изумительного. До свидания. Скажите свою оценку. Подпишитесь, кто не подписался. Поставьте лайк. Будем с нетерпением ожидать Ваших комментариев. До свидания. До свидания, друзья. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok